Две одиноких женщины пустили молодого и харизматичного мужчину, оказавшегося в сложной ситуации, пожить в свою квартиру. Чем отплатит за гостеприимство аферист-водопроводчик? И что будет, если обидеть женщину? На эти вопросы должны были получить ответ зрители с помощью артистов, а события в спектакле разворачивались совершенно непредсказуемо. Поскольку постановка была премьерной, режиссеру спектакля было очень важно знать мнение зрителей. Я когда услышал вот это дыхание зала, я вдруг сам расслабился и стал просто на них смотреть, вот просто смотреть на их игру. Люди в зале понимали людей, которые на сцене, а люди, которые на сцене прислушивались к людям, которые в зале, вот, а как если я вот так вот сыграю или там, а вот если я вот так себя поведу? И все время был отклик, ни разу не было какого-то равнодушия, ни разу не случилось отрицания, вот все время было такое внимание насыщенное. И это зрители сегодня нам на самом деле сыграли такую огромную службу, как бы вот в плане того, что мы поняли, что у нас получилось. Комедию очень сложно без зрителя понять, пойдет она или не пойдет. На самом деле расстроить человека намного легче, чем рассмешить. Ну, я думаю, вы это знаете. Рассмешить, это надо быть уже на уровне виртуоза. Потому что расстроить можно любой гадостью. Рассмешить, да. И мы сегодня, у нас получилось рассмешить зрителей. А зрители взяли и рассмешились, и это здорово. Вы знаете, я не против, я не против, я даже не знаю, вы знаете, я правда еще не научилась гладить. Вот эти кокси, я говорю, нет, я им гладю, я им гладю. Правда, знаете, у меня все время, вот сюда как-то утюг не влезает. Вот здесь, как будто какой-то дефект, вот туда утюг не там, вот, и вы желаете? Особое расположение зрительного зала заслужила Наталья Егорова. Актриса так преподнесла чувство одинокой женщины, что зрители сопереживали и сочувствовали вместе с героиней Натальей. Сама актриса признается, что эта роль, несмотря на ее некую эксцентричность, ей близка душевно. Вот на что зритель откликается, когда есть узнаваемость. Потому что как будто ведет, ведет себя, ведет, а потом, когда осталось вдвоем, готово изнасиловать мужчину. Вот хочется любви, там чего-то хочется, я не знаю, ну еще и жанр позволяет. Ну я должна с тобой признать, что он отлично вшился в эту роль. И он был в этом очаровательным. Неожиданная развязка, яркий финал. Две обиженные женщины завершают начатое аферистом самоубийство. И только на поклоне артистов зритель понимает, что все-таки все закончилось хорошо. Очень красиво, очень весело, задорно и я восхищаюсь. Мы в восторге, мы уже регулярно ходим на столичных артистов. Спасибо у строителя, не знаю кто конкретно, но мы счастливы. Очень хорошо, очень. Просто жалко, что только один день. Было бы еще несколько дней. Выходы на бис. Зрители аплодируют стоя и не отпускают артистов со сцены. Единственный спектакль – это очень мало для такого большого города, уверены ценители театрального искусства. А артисты обещали приехать еще раз.